МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы продолжим рассказ об удивительных тканных картинах-шпалерах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти живописные европейские ковры нередко назывались по имени города или мануфактуры, прославившихся своими изделиями. К примеру, еще одно старинное название тканных ковров связано с городом Арасом в Северной Франции. Шпалерное производство там было развито еще с середины 14 века. Через столетия к местным качам присоединились парижские, изгнанные из родных мест бесконечными войнами между Англией и Францией. На типичных арасских гобеленах изображены фруктовые сады и парки, сценки из охотничьей жизни, декорированные лиственным и цветочным орнаментом. Арасские шпалеры прославились на всю Европу. Во многих местах тканные ковры так и стали называть арасами. До сих пор в Италии их называют арасы, а в Польше – арасы. В 16-м столетии одним из основных шпалерных центров стала Фландрия. Здешние мастера выполняли заказы от знати Германии, Италии и других стран. Самым крупным центром производства шпалер был Брюссель. Городские власти которого тщательно следили за качеством производимых изделий. В Брюсселе сложился собственный узнаваемый стиль. В мастерских этого города с начала 16 века шпалерные ткачества сближаются с живописью эпохи Возрождения. Там становятся популярными шпалеры с реалистическими пейзажами и натюрмортами. Во Фландрии было положено начало традиции создания шпалеры по картинам великих художников. Именно знаменитому брюссельскому мастеру Питеру ван Альсту папа Лев X заказал в 1515 году серию шпалер «Деяния апостолов» по картонам Рафаэля. И предназначалась эта серия для украшения сикстинской капеллы. Было создано семь шпалер, каждая высотой 5 метров, а общая их длина составляла 42 метра. Серия получила широкую известность и неоднократно повторялась. Фландерских ткачей приглашали и в другие страны, где они обучали местных мастеров. И тем способствовали распространению и развитию шпалерного дела. В 16 веке возник термин «вердюра», образованный от французского слова «вердюр», то есть «зелень», «листва». Первоначально так называли изображения животных и птиц на фоне природы, но вскоре это название закрепилось за самими произведениями шпалерного ткачества. Первые вердюры были созданы на брюссельских мануфактурах. Построение пейзажа «вердюры» соответствует кулисному пейзажу в живописи. Для первого плана «вердюры» выбирались более яркие и темные тона, например, насыщенный зеленый и коричневый. Для второго плана – светло-зеленый, а для дальнего – бледно-голубой. Тщательно проработанный пейзаж иногда дополнялся изображениями реальных и фантастических животных. А вот термин «гобелен» распространился лишь в 17 веке. Происходит он от фамилии красильщиков, давших свое имя целому кварталу Парижа. Родоначальник этого семейства, красильщик Жан Гобелен, прибыв в середине 15 века из Реймса в Париж, основал в предместе на речке Бьерф красильню для шерсти. В 1602 году король Франции Генрих IV разместил в мануфактуре гобеленов ковровое производство по образцу тех, которыми славилась тогда Фландрия. А 60 лет спустя предместе Сан-Марсель было куплено для Людовика XIV, его министром финансов Жаном Батистом Кольбером. На мануфактуре гобеленов было обустроено производство шпалера мебели, а во главе нового предприятия поставлен первый живописец его величества Шарли Брэн. Лебрэн стал основоположником так называемого стиля Людовика XIV, а его художественные разработки определили развитие французского искусства на столетия вперед. Королевская гобеленовая мануфактура под руководством Шарля Лебрэна изготавливала дорогие шпалеры и предметы мебели, которые шли почти исключительно на убранство королевских дворцов и на подарки. Среди первых работ королевской гобеленовой мануфактуры были серии, созданные по эскизам самого Лебрэна, «История Моисея» и «Музы». В двух сериях 1664 года «Четыре стихии» и «Времена года» присутствуют фигуры античных богов. В серии «Времена года» они изображены на фоне королевских замков. В дальнейшем Лебрэн разработал эскизы особых серий, посвященных королю Ледовику XIV, «История Александра Македонского», «История Ледовика XIV», а также «Месяцы» или «Королевские замки». Имея большой успех, они повторялись до 7-8 раз. В 1664 году Кальбером была создана другая шпалерная мануфактура в Бове. В 1734 году официальным художником мануфактуры в Бове стал Жан-Батист Удри. А спустя два года Удри был назначен инспектором мануфактуры гобеленов. В это время в моду вошли тканые копии картин итальянских и фламандских живописцев. И во французском шпалерном ткачестве главенство в остреблении как можно более точно воспроизвести в шпалере живописный оригинал. Так вот, Удри был одним из тех, кто настаивал на буквальном воспроизведении картины. Он стремился усовершенствовать рисунок шпалер и достичь, несмотря на сопротивление ткачей, более точного воспроизведения картонов, которые исполнял как настоящие картины. По инициативе Удри была введена цветовая шкала, где каждый оттенок имел свой номер. Вспомогательные шаблоны, о которых строго должен был придерживаться ткач, содержали фрагменты, обведенные контуром, и были пронумерованы в соответствии с этой шкалой. В результате из процесса создания шпалера исключалась творческая инициатива ткача, а он превращался в простого копииста, не имеющего права что-либо подправлять или изменять. Вместо декоративного бордюра гобелены стали заключать тканные рамы, имитирующие золоченую деревянную раму. Такие ковры назывались алентурами, от французского слова алентур – обрамлением. Сам Удри также создавал живописные картоны. Самые известные его работы на мануфактуре в Бове были басни Лафонтена, которые впоследствии неоднократно копировались. В эпоху рококо стали популярны гобелены в стиле китайской миниатюры. Эскизы к ним делал в частности знаменитый художник по набивным ситцам Жан-Батист Юэ. В 18 веке специально над эскизами гобеленов работали многие видные живописцы. Антуан Ватто, Николай Ланкре, а Франсуа Буше некоторое время даже возглавлял королевскую гобеленовую мануфактуру. Буше создал для мануфактуры в Бове знаменитую итальянскую серию иллюстрации на тему идиллической сельской жизни и китайскую серию «Подарок китайскому императору от французского короля». Несмотря на огромные расходы, необходимые на содержание гобеленовой мануфактуры и практическое отсутствие доходов, эта мастерская существует до настоящего времени, как художественный центр, являющийся гордостью страны. Собственно, из-за популярности продукции этой французской мануфактуры в иных странах гобеленом стали называть все, что выполнялось в этой технике ткачества. Хотя некоторые специалисты считают, что термином «гобелен» следует обозначать лишь произведение мануфактура гобеленов. Все же прочее называть шпалерами. Ну а в русский язык оба термина «гобелен» и «шпалера» вошли одновременно в 18 веке. Под влиянием Франции шпалерные мануфактуры стали возникать и в других странах. Так, в Англии в 1619 году ее основал в городе Мортлейк под Лондоном король Яков I. Подражание Генриху четвертому французскому, который в 1607 году выписал ткачей из Фландрии, король Яков I английский также пригласил мастеров из этого шпалерного края. Первые гобелены с изображением вулкана и Венеры были изготовлены по заказу принцу Эльского, будущего короля Карла I. Для шпалер использовали шаблоны с картин Рубенса, Рафаэля, Ван Дейка, а самыми известными гобеленами этой мастерской стала серия «Деяния апостолов», созданная по картонам Рафаэля. Кроме того, в Мортлейке ткались истории Ахилла по картонам Рубенса, истории Дианы и Калиста, «Четыре времени года», «Двенадцать месяцев» и другие. Просуществовала эта английская мануфактура почти сто лет, вплоть до 1703 года. Ну а о том, что произошло со шпалерой дальше, вы узнаете в следующий раз. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин